Свечка зажигается, ставится в печь на центр, то есть у нас есть вентиляционное отверстие. И во время ее горения уже зона обогрева не 50 сантиметров, а до 3 метров. Эти печки, почти 20 штук, были сварены ветеранами боевых действий для тех, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Традиционно гуманитарную помощь нашим бойцам собирает весь край, родственники, друзья и просто неравнодушные жители. Сегодня этот груз отправят на линию соприкосновения. Всего на этой неделе отправляются фуры на три направления – Запорожское, Луганское и Донецкое. Мы направляем дроны, мы направляем АПЛА, мы направляем средства РЭП, мы направляем приборы ночного видения, мы направляем плитники для наших ребят, то есть это обмундирование, мы направляем зимнюю обувь. Ну и поскольку начинается холодное время года, то во главу угла начинают становиться у нас печи и приборы обогрева. То есть это горячие стельки, это соляные грелки, это теплые спальные мешки, то есть это то, что позволит нашим парням вести нормальное человеческое существование. В первую очередь акцент на средства выживания, а уже потом то, что может порадовать бойца вдали от дома. Весь груз формируют по запросам военных, в зависимости от того, где парни сейчас находятся и какие задачи выполняют. Это карманный дрон практически, который умещается в ладони. Данный дрон, соответственно, очень хорошо помогает военнослужащим при ведении разведки до 10 километров, переносится элементарно в кармане. Для обычных штурмовых подразделений, даже элементарно командиру подразделения, будет вполне удобно в ходе ведения боевых действий самостоятельно определять, где находится противник, в каких условиях он выполняет задачи. Кстати, на прошлой неделе волонтеры отправили машину для военнослужащих на Курском и Донецком направлениях. Таким образом, за октябрь фонд «За своих» и все неравнодушные отправят более 80 тонн гуманитарной помощи и более 16 единиц техники на линию соприкосновения. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.